Добрый день, меня зовут Шейн. В этом видео мы подробно изложим, как подготовить воду в спа-бассейне для купания, чтобы она оставалась прозрачной и чистой долгое время. Сегодня мы вам расскажем, как правильно пользоваться препаратами. После залива спа-бассейна нужно проверить химические характеристики воды. Количество препаратов зависит от размера вашего спа-бассейна, а также от их концентрации. Обязательно ознакомьтесь с рекомендуемым количеством препаратов, они указаны прямо на контейнерах. В России препараты европейского производства для спа-бассейна можно купить у местных дилеров. Они выполняют все необходимые функции в подготовке воды в спа-бассейне, а также дальнейшей поддержке и дезинфекции на протяжении нескольких месяцев. Следите за частотой фильтров, промывайте их чаще и меняйте каждые 3-6 месяцев. Тестовые полоски сразу проверяют все необходимые показатели. Вам нужны полоски для измерения pH, щелочи, жесткости по кальцию и содержанию хлора. Также нужно приобрести следующие препараты – увеличитель pH, уменьшитель pH и гранулы хлорида натрия. Помните, что препараты важно вносить в правильном порядке. Сначала регулируем pH и общий щелочной показатель. Обмакните полоску в воду и посмотрите на результат. Значение pH должно быть от 7,4 до 7,6, а щелочной показатель от 100 до 120 миллионных долей. Мое первое измерение показало, что pH низковат. Добавляем увеличитель pH. Мне нужно один колпачок, чтобы получить нужный показатель. Очень важно сначала выровнять pH и лишь затем перейти к следующему шагу – добавлению дезинфектора. Если pH не сбалансирован, дезинфектор не будет работать эффективно. Помните, что препараты распределяются по поверхности воды. При этом все гидромассажные насосы SPA-бассейна должны быть включены для равномерной и эффективной обработки всех внутренних коммуникаций SPA-бассейна. Теперь ждем 30-60 минут и делаем повторное измерение. Процесс нужно повторять до тех пор, пока щелочной показатель и pH не придут в норму. Если первые показатели были очень высокими или очень низкими, то вам потребуется много времени. Повторяйте процесс, пока не получите нужных значений. Далее дезинфицируем воду и все компоненты SPA-бассейна. Существует два основных вида дезинфекторов – на основе хлора и на основе брома. Мастер-спас рекомендует гранулы дихлорида натрия. Их использование позволяет системам Экопур и озонирования работать результативнее. Не спутайте эти гранулы с препаратом на основе трихлоруксусной кислоты. Он может нанести вред вашему SPA-бассейну. Если вам противопоказанные хлорсодержащие препараты, можно использовать препараты на основе брома. Они медленнее растворяются, поэтому нужно дольше ждать перед следующим замером показателей воды. Кроме того, со временем концентрация брома может повышаться. Не допускайте передозировки содержания брома в воде. Нужно продолжать замеры и убрать таблетки, как только достигнуто необходимое содержание дезинфектора. При первом заполнении SPA-бассейна сделайте уровень свободного хлора выше, чем при повседневном использовании. Доведите содержание хлора до 5-8 миллионных долей. Подождите минут 30-60, а потом повторно измерьте уровень свободного хлора. Не позволяйте никому пользоваться SPA-бассейном, пока уровень хлора не опустится до 2-4 миллионных долей. Именно этот уровень является оптимальным. Теперь последний замер и все. Мы выждали достаточное время, чтобы уровень хлора упал до рекомендуемых значений. Теперь вода в норме. Можно купаться и получать удовольствие. Вот такой порядок первого наполнения. Надеюсь, наше видео вам помогло. Если остались какие-то вопросы, не забудьте заглянуть в руководство пользователя или свяжитесь с нашим сервисным центром. Правильно ухаживайте за SPA-бассейном, и он будет дарить вам только удовольствие, здоровье и хорошее настроение. Приятных SPA-процедур! Субтитры создавал DimaTorzok